Доброе утро! Я Аня, профессиональный фитнес-тренер. Сегодня обсудим мифы о силовых тренировках для женщин. Парням железо, девушкам беговые дорожки. Такое мнение частенько можно услышать от некоторых посетительниц тренажерных залов. Они уверены, силовые упражнения не совершенствуют фигуру. Скорее наоборот. Почему возникают такие стереотипы? Все дело в мифах. Миф номер один. Силовые упражнения уродуют женскую фигуру. Нет, если знать меру. Да, чересчур перекаченные женские формы нравятся далеко не всем. И девушки бегут от тренажеров, штанги и гантелей, опасаясь превратиться в качка. А зря. Максимум, что вы получите от силовых тренировок без пересмотра питания и целенаправленного набора мышечной массы – это более постянутое тело и тонус мыши. Еще одно заблуждение, что подъем тяжести вредит женскому позвоночнику. Но правда в том, что лишь неправильное выполнение силовых упражнений ведет к правным и опасным изменениям в позвоночнике, независимо от пола. При правильной технике нагрузка на позвоночник минимальна. Миф номер два. Силовая тренировка – это штанга и тренажеры. Совсем не обязательно. Силовая тренировка – это использование сопротивления работе мыши. И оно не связано исключительно с неподъемным железом и механизмом. Кроме веса собственного тела, можно использовать гири, гантели, утяжеленные мечи, стену и даже пол. В общем, все то, что не желает двигаться без усилий. Вид упражнений зависит не от пола, а задач, которые вы ставите перед собой. В женской тренировке есть место силовым нагрузкам. Просто грамотно формируйте свою тренировку, осторожно повышайте рабочий вес и силовые тренировки подарят здоровье, отличную фигуру и прекрасное настроение.